Доброе утро! Что делать, если дети выросли, обзавелись собственными семьями или просто решили жить отдельно? Именно с этими вопросами ко мне обратилась Юлия. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, у вас взрослые дети и уехали жить своей жизнью? Да. Я мама троих детей, но дети уже выросли, у каждого своя семья, и поэтому сейчас, можно сказать, я осталась... А внуки? А внуков еще нет. Сейчас молодежь особо не торопится с детьми. И вам одиноко. Да, мне очень одиноко. Давайте узнаем, как пережить этот кризис у психолога Ольги Орловой. Здравствуйте, Ольга! Расскажите, пожалуйста, вот наша героиня тоскует. Вот казалось бы, да, дети разъехались, вот наконец-то пожить своей жизнью. А нет. Это прекрасное время. И я в том же время. Наконец-то появилась возможность вспомнить о подругах своей молодости. То есть вы вполне можете сейчас вспомнить своих школьных подружек, подружек каких-то юношеских лет. И вместе отправиться в какое-нибудь увлекательное путешествие, возобновить ваши отношения. Я думаю, они точно так же молоды душой, как и вы. У нас теперь подруги вместо детей, да? Я предлагаю вам вспомнить о муже. Может быть, сейчас самое время возобновить ваши романтические отношения, устроить ужин при свечах, может быть, даже отправиться в свадебное путешествие снова. Замечательная идея. Я считаю, да, надо заняться мужем. Вы давно вообще замужем? Да, давно замужем. Где-то около 25 лет. Отлично. Поздравляем. А Духали, вы давно вместе? Без детей? Да, давно. Отличная возможность снова это сделать. Это путешествие романтическое, красивое. Итак, что у нас скрывает третьица? Займитесь каким-нибудь своим хобби. Увлечение, да? Обычно некогда нам этим заниматься, когда мы растим детей. Может быть, рисовать, может быть, пойдете петь, может быть, встанете на горные лыжи. Множество всяких интересных вещей можно сделать в жизни, когда вы теперь свободная и взрослая женщина. Опять же, рукоделие какое-то. Что вы любите? Вот что вам нравится? Ну, наверное, раньше когда-то я много вязала на спицах, а сейчас как-то... Представляете, давайте вот наследство внуков, может быть, дети и поторопятся. Да, может быть, технику новую. И что у нас в этом гнезде? Есть возможность завести питомца или кошечку, или собачку. Появление в доме маленького животного, это как появление ребенка. У вас будут новые эмоции, волшебные, когда появляется ребенок. Я сама мама троих детей, они все взрослые. Это прекрасное время, я вам заявляю определенно. Спасибо большое, Ольга. Ну что, Ольга, я надеюсь, у вас все будет в порядке. Спасибо. Спасибо вам. Эти советы помогут вам обороть семейный кризис и быть счастливыми.